здравствуйте дорогие товарищи слушатели сегодня после некоторого перерыва связанного с новогодними праздниками и не только мы хотим возобновить занятия в нашем кружке приморских марксистов ну и в связи с тем что в этом году исполняется 105 лет со дня учреждения третьего интернационала это будет уже скоро вот в марте месяце в самом начале мы хотим предложить вам несколько занятий связанных с этой юбилейной датой и первое занятие сегодня которое мы хотим предложить вашему вниманию это работа владимира ильича ленина написано им сразу вскоре после первого конгресса буквально через месяц небольшим 15 апреля 1919 года вот и назвал эту работу владимир ильич третий интернационал и его место в истории то есть сразу же по свежим следам после первого конгресса третьего интернационала и его официального учреждения и вот что излагает в этой работе владимир ильич ну начинает владимир ильич с такой мысли что империалисты стран антанты блокируют россию стремясь отрезать советскую республику как очаг заразы от капиталистического мира подумать только передовые наиболее цивилизованные и демократические в кавычках страны вооруженные до зубов господствующие военном отношении безраздельно над всей землей боятся как огня идейные заразы идущий от разоренной голодной отсталой по их уверению даже полудикой страны уже одно это противоречие открывает глаза трудящимся массам всех стран и помогает разоблачать лицемерие империалистов вот с такой мысль начинает эту работу владимир ильич далее он говорит основание третьего интернационала произошло в такой мировой обстановке что никакие запрещения никакие мелкие и мизерные уловки империалистов согласия или лакеев капитализма как шейдеманы в германии реннеры в австрии не способны помешать распространение в рабочем классе всего мира вести об этом интернационале и сочувствие к нему обстановку эту создала явно растущая всюду не по дням а по часам пролетарская революция обстановку эту создала советское движение среди трудящихся масс которая достигла уже такой силы что стало действительно международным далее говорит ленин третий интернационал фактически создался в 1918 году когда многолетний процесс борьбы с оппортунизмом и социал шовинизмом особенно во время войны привел к образованию коммунистических партий в ряде наций формально третий интернационал основан на его первом съезде в марте 1919 года в москве ну а если точнее отвлекусь от мысли владимировича то в процессе первого конгресса со 2 по 6 марта который проходил в 19 м году и 4 числа на заседании делегаты проголосовали за официальное учреждение этого третьего интернационала и далее говорит ленин характернейшая черта этого интернационала его призвание выполнить провести в жизнь заветы марксизма и осуществить вековые идеалы социализма и рабочего движения далее владимирович говорит что первый интернационал с 1864 по 1878 год заложил фундамент международной организации рабочих для подготовки их революционного натиска на капитал второй интернационал с 1889 по 1914 годы был международной организации пролетарского движения рост которого пошел шире что не обошлось без временного понижения высоты революционного уровня безвременного усиления оппортунизма приведшего в конце концов к позорному краху этого интернационала то есть второй интернационал по мысли ленина погубил оппортунизм ну и история это подтвердила третий интернационал говорит владимир ильич воспринял плоды работ второго интернационала отсек его оппортунистическую социал шовинистическую буржуазную и мелкобуржуазную скверну и начал осуществлять диктатуру пролетариата международный союз партий руководящих самым революционным движением в мире движением пролетариата к свержению иго капитала имеет теперь под собой невиданную по прочности базу несколько советских республик которые в международном масштабе воплощает в жизнь диктатуру пролетариата его победу над капитализмом всемирно историческое значение 3 коммунистического интернационала говорит ленин состоит том что он начал притворять жизнь величайший лозунг маркса лозунг подвесший итог вековому развитию социализма и рабочего движения лозунг который выражается понятием диктатура пролетариата это гениальное предвидение это гениальная теория становится действительностью то есть говорит Владимир Ильич началась новая эпоха всемирной истории человечество сбрасывает с себя последнюю форму рабства капиталистическое или наемное рабство освобождаясь от рабства человечество впервые переходит к настоящей свободе вот такую оценку дает Владимир Ильич осуществление диктатуры пролетариата и говорит рабочие массы инстинктом уловили во всем мире значение советов как орудия борьбы пролетариата как формы пролетарского государства но испорченные оппортунизмом вожди продолжали и продолжают молиться на буржуазную демократию называя ее демократией вообще ну об этом понятии демократии вообще Владимир Ильич неоднократно говорил мы в предыдущих занятиях довольно часто рассматривали тезис далее он говорит любой марксист даже любой человек знакомый с современной наукой вообще если ему поставить вопрос вероятен ли равномерный или гармонически пропорциональный переход разных капиталистических стран к диктатуре пролетариата ответит на этот вопрос несомненно отрицательно ни равномерности ни гармоничности ни пропорциональности в мире капитализма никогда не было и быть не могло каждая страна развивала особенно выпукло то одну то другую сторону или черту или группу свойств капитализма и рабочего движения процесс развития шел неравномерно и всемирная история неуклонно ведет диктатуре пролетариата но идет далеко не гладкими не простыми не прямыми путями говорит ленин и далее он как бы обращается к историческим событиям так вышло говорит он что на время само собой разумеется лишь на короткое время гегемония революционном пролетарском интернационале перешла к русским как она была в различные периоды 19 века у англичан потом у французов потом у немцев мне приходилось говорить уже не раз по сравнению с передовыми странами русским было легче начать великую пролетарскую революцию но им труднее будет продолжить ее и довести до окончательной победы смысле полной организации социалистического общества ну история подтвердила что задача оказалась нелегкая для российского для русского пролетариана чтобы довести до полной победы далее он говорит нам легче было начать во первых потому что необычная для европы 20 века политическая отсталость царской монархии вызывала необычную силу революционного натиска масс во вторых отсталость россии своеобразно слила пролетарскую революцию против буржуазии с крестьянской революции против помещиков то есть он начинает перечислять особенности причин которые привели к тому что российский пролетариат стал лидером в третьих говорит ленин революция 1905 года чрезвычайно много сделала для политического обучения масс рабочих и крестьян как смысле ознакомления их авангарда с последним словом социализма на западе так и в смысле революционного действия масс без такой генеральной репетиции как в 1905 году революция в 1917 как буржуазная февральская так и пролетарская октябрьская были бы невозможны в четвертых географические условия россии позволяли ей дольше чем другим странам держаться против военного перевеса капиталистических передовых стран в пятых своеобразное отношение пролетариата к крестьянству облегчало переход от буржуазной революции к социалистической полупролетарские облегчало влияние пролетариев города на полупролетарские беднейшие слои трудящихся в деревне шестых долгая школа статичной борьбы и опыт европейского массового рабочего движения облегчали возникновение при глубокой и быстро обостряющейся революционной ситуации такой своеобразной формы пролетарской революционной организации как советы вот перечислив эти причины владимир и что этот перечень конечно не полон но им можно пока ограничиться и далее говорит советская или пролетарская демократия родилась в россии по сравнению с парижской коммуны был сделан второй всемирно исторический шаг пролетарская крестьянская советская республика оказалась первой в мире устойчивой социалистической республикой она не может уже умереть как новый тип государства она стоит теперь уже не одинока то есть владимир ильич говорит что теперь уже советская республика это как бы приобрела международное значение и связь с этим он продолжает что буржуазная демократия отжила как и отжил второй интернационал делавший исторически необходимую полезную работу когда на очереди дня стояла подготовка рабочих масс в рамках этой буржуазной демократии но самая демократическая буржуазная республика не была никогда и не могла быть ничем иным как машиной для подавления трудящихся капиталом как орудием политической власти капитала диктатурой буржуазии ну это и сейчас конечно остается в силе это положение демократическая буржуазная республика обещала власть большинству провозглашала ее но никогда не могла осуществить ее пока существовала частная собственность на землю и прочие средства производства ну и сейчас буржуазные буржуазная демократия обещает власть большинству но фактически власть принадлежит олигархии далее владимир ильич говорит что свобода в буржуазной демократической республики была на деле свободой для богатых что и сейчас конечно присутствует пролетарии и трудящиеся крестьяне могли и должны были использовать ее для подготовки своих сил к свержению капитала преодолению буржуазной демократии но фактически пользоваться демократией при капитализме трудящиеся массы по общему правилу не могли да и сейчас конечно не могут впервые в мире говорит ленин советская или пролетарская демократия создала демократию для масс для трудящихся для рабочих и мелких крестьян никогда еще не было в мире такой государственной власти большинства населения власти этого большинства на деле как советская власть она подавляет свободу в эксплуататоров их пособников она отнимает у них такую же свободу эксплуатировать свободу наживаться на голоде свободу борьбы за восстановление власти капитала свободу соглашения с иноземной буржуазии против отечественных рабочих и крестьян вот так владимир вич выразил здесь в этой работе свои мысли о буржуазной демократии о демократии для трудящихся и о как бы демократии для всех ну и в заключение этой работы владимир вич приводит такую мысль очень важную для тех кто пытается вникнуть в суть марксизма и кто хочет быть последователем маркса он говорит кто не понял читая маркса что в капиталистическом обществе при каждом остром моменте при каждом серьезном столкновении классов возможно либо диктатура буржуазии либо диктатура пролетариата тот ничего не понял ни в экономическом не в политическом учении маркса вот эта мысль как бы заключает работу владимир вича ленина ну и я тоже заключаю то что хотел до вас довести если что еще хочу напомнить что работа это была написана сразу после конгресса 1 15 апреля девятнадцатом году и была опубликована в мае в журнале учрежденном коммунистическим интернационалом который так и назывался журнал коммунистический интернационал в первом номере этого журнала который некоторое время потом выпускался вот что я хотел довести до сведения до вашего сведения дорогие слушатели пожалуйста какие есть вопросы что то то что то хочется уточнить можно вопрос такой немножко сложный не оценивался ли тогда свое время это национал что сейчас будет мировая революция примера первого второго третьего интернационал 4 даже будет допустим тот же комминтерн сталин фактически взял и я но тут я не вижу одного вопроса да я вижу два не то чтобы два я потому что не то чтобы не переоценивал вообще насколько действительно способствует значит я считаю что коммунистический интернационал был очень нужен в то время потому что рабочее движение ширилась развивалась и рабочий класс не всегда обладал необходимыми научными знаниями чтобы идти по верному пути по верному пути для того чтобы прийти к обществу без эксплуатации к обществу демократии для трудящихся для большинства и поэтому интернационал это была школа для молодых коммунистов для молодых партий стоящих на позициях коренных интересов рабочего класса это было очень нужное дело и причем конечно это шло обучение молодых партий и молодых коммунистов вот стопы хочу по этому поводу сказать на мой взгляд проще ли было сосредоточиться на том чтобы переводить книжки классиков да и закидывать именно в те страны где революционная ситуация создается дело в том что книжки конечно можно и переводить и закидывать но не всегда у рабочего класса была возможность этими книжками воспользоваться не всегда было время и возможность эти книжки читать а опыт мог нарабатываться только в процессе конкретной деятельности вот ну и под руководством грамотных уже как бы сознательных представителей этого класса обладающих научными знаниями так ну не только таких конечно крупных как владимир ильич и его ближайшие соратники ну и и других руководителей партии здесь конечно нужно было не только теоретическая работа но и практическая политическая работа что по этому поводу могу сказать а значит насчет свернули коментар это же было сделано когда 40 в 1943 году до во время войны значит здесь было конечно несколько причин но главная на мой взгляд причина состоит в том что к этому моменту к этому моменту сложилась очень сложная ситуация связанная с войной в ряде коммунистических партий особенно в коммунистической партии соединенных штатов америки буржуазия значит нашла такой метод борьбы с идеей с идеями рабочего класса что объявила коммунистов соединенных штатов и не только в соединенных штатах это было что это как бы агенты шпионы этой самой красной москвы красной россии которые действуют в интересах этой значит россии чтобы как бы подорвать государство из государств тех же соединенных штатов и других государств вот это одна из причин что значит вынуждены были пойти на это вторая причина что уже к этому времени ну прошло довольно значительное время что коммунистические партии стали ну довольно самостоятельными довольно самостоятельными и уже могли решать самостоятельно многие задачи ну просто как бы советуюсь и ну как бы совещаясь с другими партиями ну ведь были и другие причины вот я хотел бы на этих остановиться почему распущен распущен коммунистический интернационал хорошо 43 война все дела понятно почему после войны когда образовалось множество новых государств значит это вопрос очень конечно не простой очень вопрос не простой дел но тут я боюсь мое чисто могу только свое мнение выразить что ну может даже не главное одна из причин то что к тому моменту когда все успокоилось после второй мировой войны наша коммунистическая партия уже была подвержена заразе оппортунизма и это одно было из как бы причин что помешало воссоздать интернационал после войны ну может быть это даже это не главное ну я здесь и не настолько ну владею информацией чтобы выразить научное мнение по этому вопросу просто это мое личное опять же после войны были другие коммунистические страны они пытались в третий интернационал входить но вы помните мы об этом уже как-то говорили что там было 22 условия приема на втором конгрессе приняты мы даже рассматривали по моему если я не ошибаюсь да но мы еще к этому вернемся вопросу чтобы как оградить было интернационала от оппортунизма ну просто тот же китай у смалу значит да 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 там были свои ну дело в том что китая была самая большая беда то что все-таки у них очень слабый был конечно рабочий класс вот и слишком мелко буржуазное влияние на коммунистическую партию китая было бы большое массовое христианство и не только ну это говорится тоже мое сугубое личное мнение ну это не замена до совещания там значит пытались организовать регулярные но это конечно уже не интернационал но были сайт проводились совещания то есть обмен мнениями между партиями просто проходил конечно но как таковой но вот сейчас ветер из тех опять обсуждается вопрос вот на встречах коммунистических партий обсуждается вопрос о воссоздании интернационала потому что теперь коммунистические партии как говорится тоже как бы стали вновь возрождаться и допускают целый ряд ошибок своей деятельности как показывает история в том числе и разногласия между ними поэтому есть необходимость возрождение интернационала но что будет история покажет опять же если вначале коммунистического движения почему много я здесь указал причины почему создавали это транскисты уже это уже не это уже не марксизм это уже ревизионизм сплошнейший и оппортунизм там это после третьего интернационала значит кто отбивает и что отбивает не надо путать с оппортунизмом марксизм с оппортунизмом и с ревизионизмом не надо путать но четвертый это транскистский он до сих пор существует транскистский интернационал это мелкобуржуазный он никакой не марксистский